Всем привет! С вами Наташа Белоруссия. Рада видеть вас на своем канале. Девчонки, я в очередной раз рада познакомить вас с новинкой на белорусском рынке. Вернее, не новинкой, это расширение линейки уже легендарных и полюбившимся многим классическим кремовым помадам Glam Look Cream Velvet от Luxe Visage. Вышло у нас 12 новых оттенков. Я, естественно, сейчас покажу вам все сводчи, опишу каждый оттенок, покажу вам сводчи на губах, расскажу вам о качестве этих помад, за что же их полюбили миллионы, я не побоюсь сказать именно это слово. И, собственно говоря, я уверена, что после моего видео каждая из вас, даже через интернет, сможет подобрать для себя правильный качественный оттенок. Первым делом, что же это у нас за формула? Как я и сказала, повторюсь, что это более классическая кремовая формула. Я знакомила вас уже у Luxe Visage, вообще огромное количество помад. Я знакомила вас с матовыми помадами в стиках, я знакомила вас с матовыми муссовыми помадами в тюбиках, я знакомила вас с лаковыми помадами. Настало, естественно, время и расширение более классической версии. Эта помада Glam Look, она обогащена витамином Е, глицеринами, то, что дополнительно увлажняет и ухаживает за вашими губами, за счет чего помадка круто ложится на губы. Ей не нужно вот так вот возить 10 раз туда-сюда, у нее высокий пигмент, однако она не подчеркивает никакие шелушения. Если у вас возрастные губы, вы не хотите, да, дополнять себе возраст, подчеркивать эти вот складочки на губах, то вот эта помадка, это однозначно ваш вариант. Как я и сказала, пигментация у нее замечательная. Стойкость у кремовой помады, да, она такая же, как у всех классических кремовых помад, качественных кремовых помад. Но у меня, девчонки, для вас есть небольшой лайфхак, о котором я хочу вам рассказать. На мне сейчас это новая помада в коллаборации с карандашком, опять же, от Luxe Visage Pin Up 207 номер. 332 это очень красивый такой легкий, слегка такой разбеленный бежево-розовый нюд. И если вам не хватает стойкости от кремовых помад, но вы на самом деле любите именно кремовую формулу, вот это вот увлажняющее приятное чувство, да, и бархатный финиш на ваших губах, то берете, наносите под помадку вот этот вот стойкий карандаш от Luxe Visage, он на самом деле очень стойкий. Девчонки, если на вас не держится вообще ничего, вот этот карандаш будет на вас однозначно держаться. Наносите под низ вот этот вот карандашик и уже наверх наносите кремовую помаду. За счет вот этой вот коллаборации вот эта помада будет держаться на вас, точно так же, как и матовые стойкие помады. У меня сейчас, посмотрите, у меня сейчас 6 часов уже вечера, я нанесла эту помаду. Ну, у меня утро, это было где-то, наверное, может быть, 15-12, вот такое вот время я нанесла эту помаду. 6 часов она абсолютно свободно живет на моих губах, она у меня нигде не съелась, я уже, естественно, кушала, и она хороша по стойкости. Поэтому никаких нареканий по качеству этой помады у меня совершенно нет. Давайте я буду показывать вам свотч, описывать каждый оттенок, и обязательно жду ваших комментариев внизу, какой из этих оттенков вам понравился больше всего. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Я убрала яркое освещение для того, чтобы вам четче показать оттенок, как он выглядит на самом деле. И начинаем мы с первого, 325-го нового оттенка. Это, знаете, такой спокойный, разбеленный цвет фуксии, очень красивый розово-бежевый оттенок. 326-й номер это также розовый оттенок, но уже в значительно более холодную сторону. Здесь присутствует лиловый потон, за счет чего помада смотрится довольно-таки сложно на губах. На камеру я сейчас вижу, что она передается чуть более ярко. В жизни оттенок чуть-чуть более пыльный. А вот 327-й номер это уже насыщенный, яркий, сочный оттенок фуксии. С 328-го номера у нас уже пойдут нюды 328, красивый, слегка разбеленный розовый нюд. 329-й номер это у нас уже бежевый нюд. Знаете, такие помадки принято называть ваши губы только лучше. Губы становятся более увлажненные и чуть более яркие. 330-й номер это более светлый бежевый нюд, также нейтральный. Если сравнивать с 329-м, то смотрите, заметно, да, что 330-й значительно более светлый и 329-й более темный. 331-й номер это уже более теплый персиково-розовый оттенок. 332-й номер, который был на мне в начале видео с карандашом и теперь моно без карандаша. Это, опять же, бежевый нюд с легкой-легкой розоватой ноткой. Если сравнивать 332-й оттенок с 330-м, то смотрите, 330-й он значительно более светлый. И, опять же, с похожим цветом это 329-й, то 329-й он чуть более холодный и чуть-чуть более темный. Также очень универсальный и отличный оттенок, который будет подходить абсолютно всем. 333-й номер это очень красивый молочный шоколад с легкой лилово-розовой ноткой. И этот оттенок, 333-й, похож очень сильно с номером 329, только здесь уже 333-й он чуть-чуть более насыщенный и чуть-чуть более темный. 334-й это холодный пыльный лилово-розовый оттенок. Предпоследний номер 335 это также оттенок фуксия, но он слегка такой грязный, сложный цвет. Если сравнить его с 327-й фуксией, то смотрите, 327-я этот оттенок более яркий, чистый и насыщенный. То 335-й он более такой пыльная фуксия, я бы так сказала. Завершающий 336-й номер, очень красивый приглушенный ягодный оттенок. Вот и все, девчонки, что я хотела вам рассказать. Обязательно ставьте класс, пишите свои комментарии, заходите в гости в контакте, в инстаграме. Буду рада каждому гостю. Всем спасибо, пока-пока!